Давайте заглянем немного в документ, о чем у нас коллеги пишут. Так, вот сейчас коллеги будем смотреть, да. Давайте прочесть к совету, как перед в голове. Это мы уже говорили, да? Это мы уже говорили, и коллеги, вот по практическому совету перед в голове, это часть нашего флешмоба, это часть нашего домашнего задания. То есть вы должны нащупать у себя проблему, и мы будем летом, вы будете летом в своей голове, в своей душе, эту проблему решать. А как это будет? Это вот не сейчас, коллеги, я отдельно вам пришлю инструкцию. Про эффективность лекции говорит коллега, это мы согласны. Эффективность такой формы работы обязательно поговорим, это очень интересно. По каким критериям? Ну, замеры, замеры. Да, это очень важно на самом деле, это очень интересно, это все. Обязательно. С чего начинается переворот? Это наш вопрос, мы его задавали, это сюда записали. Желание обличить себе жизнь, лень, двигатель, прогрессор. Да, да. Но я тоже с этого, может, даже начинал в каком-то смысле, но просто потом это так затягивает тебя, ты уже по-другому не можешь работать. И, конечно, в каком-то смысле объем работы достаточно большой, скажем честно. Те уроки, которые я проводил в школе, я об этих примерах вам еще расскажу и позже. Например, у меня целый курс теории вероятности в школе, который мы обычно читаем три недели, вот эти теории вероятности именно три недели, то есть на уроках, как получается, 15-16. Я это объяснил ученикам так, что я не вершил ни одного задания на доске, не рассказал ни одного определения, не дал ни одной формулы по комбинаторике, ну, в математике это поймут, о чем я говорю. И это очень интересный пример, и мы все, мы придем к ней. И там тогда и поговорим про эффективность обучения, и поговорим про оценивание тоже. Это очень важно. Безусловно. Так. У меня еще один пример. Пример еще один коллеге в голове. Ой, сейчас, секундочку, я подключу. Я пока прочитаю, да? А ты пока читай комментарий, я подключусь. Так, ученик должен быть активным на уроке, иначе урок пройдет мимо. Да, согласен. Но не всегда это удается. Нужно хорошо подготовиться, а не спонтанно так сделать. Совершенно верно, согласен с вами, Ирина. Хотели бы конкретики, примеров уроков, работы на уроках? Да, это все будет. Обязательно у нас будет. Обязательно. Я подвесена активность участниц, как у нас пишет Бресткин. Очень приятно быть среди интересованных и ненужникам. Это очень важно. Мы очень рады с Мариной, что у нас сегодня вот собралась такая вот интересная компания для сотрудничества. У нас очень амбициозные планы и идеи. И надеюсь, то, что мы в своей голове вынашиваем, они интересуют и вас, и мы вместе сможем это воплотить в жизнь. Не слушать на уроке. Это сейчас актуально, да. Это очень с вами, Ирина. Очень интересный вопрос. А, Марина, что делали во время урока, когда ученики, помнишь, у тебя работали, ты делала им скринкасты? Что ты делала на уроке? А, что я делала на уроке? Я, коллеги, стояла пораженная, если честно, и не знала, что мне делать. Это вначале? Честно. Это вначале, конечно. Ну, потому что ты немножко даже чиряешься. Потом начинаешь ходить, начинаешь... Ты ходишь между рядами, ты смотришь, что делает ряда. Кто с какой проблемой столкнулся, кому что-то... Поддерживаешь. Помогаешь каждому. Кто-то работает быстрее, ты ему, хоп, дополнительно дал. Кто-то работает медленно, ты с ним объединяешь кого-то. И я, например, помню, мне задавали вопрос по перевернутому обучению, связанный. Подходит ли это всем типам ребят? У каждого как бы свой темп. Кто-то успешнее, кто-то менее, да, там, троечники, четверочники. Что неудобно, невозможно, чтобы всем был удобен этот метод работы. И, например, в частности, перевернутый класс, когда они дома смотрят видео и приходят в класс и начинают работать. Так вот, коллеги, мне кажется, что при этом варианте, вот это на самом деле такое удачное сочетание, точнее, вы при этом варианте можете сочетать сразу несколько методов работы. Это очень удобно. Почему? Потому что те ученики, которые вот у вас схватили, поняли, они объединились и работают самостоятельно. Тем, кому нужна поддержка. Те, кто домашнюю не сделали, проблемы у них с мотивацией, им трудно. Вот вы им, коллеги, на уроке можете уделить время, чуть-чуть поддержать, чуть-чуть помочь. Четверочки, троечки, они справляются, они не справляются. Вы подходите, поддерживаете, подтягиваете их. Это так удобно, когда на уроке они работают в группах, и учитель свободен для того, чтобы поддержать каждого ученика и каждую группу. Ну, тут мы почти придем и к организации, внутрешкольные спарринные уроки. Потому что, на самом деле, вот когда такую деятельность планируешь, как Марина, на самом деле 45 минут чуть-чуть мало. Да, 45 минут начинают ломать твой урок, потому что понятно. Кстати, вот хотела как раз сказать пример. Мы проводили с учителем литературы веб-квест. У них была большая тема культуры Ренессанса, которую они как-то вот чуть-чуть по-другому захотели провести. Так, чтобы как бы ученики проявили активность. И мы вместе спланировали веб-квест, когда ученики всю культуру Ренессанса самостоятельно, по шагам, идя по этому квесту, изучили и прошли. И мы очень долго готовились, планировали. У нас был бед-сайт, он опубликованный в интернете. Я где-то писала про него тоже на блоге про эту работу. И вот, коллеги, мы закончили, прошли. И приходит ко мне учительница и говорит, слушай, здорово, здорово, так интересно, сами работали. Я два урока, она просто сидела на уроке нога на ногу, потому что нечего делать. Они вопросы не спрашивают, они вовлечены, они ищут у друг друга, спрашивают, решают, отвечают на вопросы, выполняют задания и так далее. И она сказала, здорово, но 45 минут мне бы самой говорить было бы намного легче, понимаете? То есть зайти в класс и сказать о том, что ты знаешь, это очень легко. А сделать так, чтобы они теперь это узнали, они это научились, они достигли бы какого-то результата, это намного тяжелее. Причем сами самостоятельно, а не слушая постоянно учителя. Так, ну и поехали дальше. Ну, тут на самом деле вопрос, конечно, был очень хороший вопрос, следует ли из этого, вот что мы говорили, что на самом деле учителей можно сократить, оставив только один популярный блог. Правильно думаешь? Я думаю, что нет. Почему? Потому что, ну, блог опять-таки, вот в наше время ценность информации на самом деле падает каждый день, потому что этой информации так много, она никому на самом деле, эта информация не нужна. Информация нужна только для одного, чтобы посредством этой информации достичь какого-то результата. Результат должен быть какой-то, нам нужно достичь. Мы эту информацию используем только для этого. Все. Сама по себе она сейчас уже ценности особо не представляет, коллеги. Это не 200 лет назад, да даже меньше. Поэтому сам блог, он ничего не сделает. Ну да, можно в блоге написать. Ну, ну и что? В Википедии тоже написано, однако, сами знаете, ответ. Поэтому нет, роль учителя важна, нужна, и меньше она не становится, она возносится важнее, но у нее другая функция, другая. Кстати, вот если читали вы Форсайт, да? Вот Павел Лукша публиковал на Фейсбуке Форсайт. Какие профессии у нас исчезнут к 2020 году? Вот как раз-таки вот эта вот функция передачи знаний и, например, такая профессия, должность как лектор, она исчезнет. В ней нет больше потребности. Но это не значит, что мы все оставим себе заработанные. Да, да, да. Это не то. Другая функция важна. То есть этот же самый человек, возможно, который был на должности лектора, он должен взять на себя другую функцию, другую роль. Абсолютно другую. Потому что видео может вещать, или вот как вы сказали, в блоге можно написать. Да, это уже не актуально. Очень актуально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!